В общежитии Новошахтинского техникума взрыв бытового газа. Несколько стен и лестничных пролетов обрушены. Единственная возможность добраться до четвертого этажа, где начался пожар, подняться по фасаду здания. Это одна из самых трудных дистанций в пятиборе спасателей. Первый этап, конечно, это безопасность. То есть, в первую очередь, ребята должны работать с соблюдением мер безопасности. Второе, это они, разрабатывая тактику и технологию ликвидации любого этапа, должны применять те технологии, которые они изучают. Третье, это, конечно же, навыки той профессиональной подготовки, которую они приобрели уже. На каждом этапе предусмотрены штрафы. Достаточно уронить аварийно-спасательное оборудование, снимаются баллы. Сложнее всего доставить собаку, особенно если не получается использовать для этого лестницу или подъемник. Участник состязаний Владимир Германов поднимает лабрадора на страховке. Его хозяин-кинолог уже ждет на третьем этаже для поиска пострадавших. На практике в боевой ситуации такого еще не было. Но на всероссийских соревнованиях это уже нормальная практика и спасатели это делают. Завершается спасательная операция вызволением с верхних этажей здания деревянного статиста, обладающего внешним сходством с Буратино. Вся поисково-спасательная работа в общежитии включает в себя 10 этапов. Участники должны пройти их за 100 минут. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы не создавать однообразных трудностей для спасателей, учить их к тому, что в разных ситуациях жизни могут возникнуть нестандартные ситуации. Не случайно сегодня мы прошли, посмотрели преодоление спасателями техногенных факторов. В другие дни участники будут спасать пострадавших в автомобильных авариях, на воде, а также искать людей на больших дистанциях с помощью приборов навигации, карт, находить переправы и оказывать первую помощь. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, на Дону.